Аварийная посадка самолёта с горячим двигателем. В Курумыче прошли учения спасателей аэропорта. Историческое наследие плюс современные требования. Реконструкция ключевых объектов Самары под контролем общественности. Небазарный день. За минувшую неделю в Самаре демонтировали четыре киоска из трёх районов города. Незавидная жизнь. Жители коттеджного посёлка Завидово в Кубишевском районе борются за справедливость. Предполагаемому поволжскому маньяку продлили срок содержания под стражей. Есть подозрение, что на его совести убийство около 30 пенсионерок. Самые зрелищные сцены голливудских блокбастеров можно было увидеть сегодня в аэропорту Курумыч. Спасатели провели учения. По легенде, самолёт международного рейса совершил аварийную посадку и загорелся. Спасатели должны ликвидировать пожар и эвакуировать пассажиров в считанные минуты. Затем, как они справлялись с этой задачей, наблюдала Марина Матвейшина. Авиакатастрофа в Курумыче. Самолёт, который следовал из Атель-Авива в Самару, совершил вынужденную посадку. Оторвался двигатель, из топливного бака вытекло горючее и всё загорелось. Это только легенда. Но условия учебной катастрофы максимально приближены к реальности. По сигналу тревоги в течение трёх минут на место ЧП приезжают пожарные расчёты. Они должны потушить разлитое топливо, чтобы огонь не перекинулся на воздушное судно. Спасатели в это время эвакуируют из самолёта пассажиров. Их роли достались незадействованным в операции сотрудникам. Из рук спасателей пострадавшие попадают к медикам. Мы всегда работаем на отлично, больше никак нельзя по-другому. Всё-таки люди спасали. Эвакуированных переписывает служба организации пассажирских перевозок. Эти сотрудники даже не знали, что участвуют в учениях. Чтобы сохранить эффект внезапности, предупреждать их не стали. Неожиданно и волнительно. И как бы, не дай бог, такое в жизни случится на самом деле. Если была бы на самом деле такая ситуация, понятно, что многие вообще бы не могли что-то говорить правильно. И тогда уже мы просто переписываем чисто внешне, как он мужчина, примерно какого возраста, во что одет, чтобы потом его как-то можно было опознать, родственники или близкие. Повреждённые воздушные судна увозят с полосы специальной техникой. Учения проходят в то время, когда в аэропорту небольшое окно. То есть нет ни вылетов, ни прилётов. И учения не пугают пассажиров и не мешают пилотам. В условиях реального ЧП работа аэропорта будет парализована. Всё зависит от того, конечно, где это и когда это произошло. Если это произошло на полосе, то это всё, аэропорт закрывается до того момента, пока правительственная комиссия не даст добро. Они проводят расследование, там, всё это. Если ничего серьёзного, ну, мало ли, да, то это очень быстро всё. Есть также нормативные рамки, то по эвакуации воздушного судна с лётного поля аэродрома. Такие репетиции катастроф проходят ежегодно, летом и зимой, в меньшем масштабе каждую неделю. Спасатели отрабатывают навыки работы в экстремальных условиях, чтобы довести их до автоматизма. Признаются, лучше тысячи раз тренироваться, чем участвовать в настоящей беде. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Сызранский космонавт Михаил Корниенко награждён орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Награда присуждена космонавту за мужество и высокий профессионализм, проявленный при длительном космическом полёте на Международной космической станции. Напомню, что Михаил Корниенко совершил два космических полёта общей продолжительностью 516 суток. За время экспедиции два раза выходил в открытый космос. В июне главная медицинская комиссия признала Сызранца годным к дальнейшему участию в космических полётах. Проехать быстро и без пробок через всю Самару в час пик реально. На городской электричке. В ближайшее время разработают программу создания транспортно-пересадочных узлов. Так железная дорога станет доступнее. Прямо к станциям Красный Крежок в Куйбышевском районе и Ягодное в Красноглинском будут подъезжать автобусы. В прошлом году по этому маршруту перевезли около миллиона пассажиров. А к Чемпионату мира по футболу эта цифра может вырастить в три раза. Марина Кравцова узнала, насколько удобным и быстрым может стать путь на работу по железной дороге. Городская электричка. Транспорт удобный и в мегаполисах востребованный. И в Самаре она есть. Но далеко не весь ресурс в работе. Глава города Олег Фурцев вместе с представителями железной дороги отправляется в путь по маршруту Самара-станция Ягодная. В дороге решают, как сделать железнодорожный транспорт более доступным и удобным для горожан. Электричка соединит новые микрорайоны с центром города. Дорога от железнодорожного вокзала Самары до микрорайона «Крутые ключи» занимает примерно 50 минут. От ЖД вокзала до Хряжа всего 7 минут. Без пробок и комфортно. Чтобы городская электричка стала по-настоящему востребованным транспортом, требуется создание пересадочных узлов. Куда будут подходить не только автобусы и трамваи, но и созданные парковки для автомобилистов. Остановка на Ягодной. Здесь и должен быть транспортно-пересадочный узел. Но место не самое удобное. Идти пешком до дороги приходится довольно долго. И автобусам подъезжать сюда проблематично. Рациональное решение – перенос железнодорожной платформы ближе к улице Мира в «Крутых ключах». Рядом автобусная станция, и жителям сюда добраться удобнее. Железная дорога является очень важной транспортной артерией для города. У нас в Самаре она недостаточно активно используется. Популяризация будет связана с представлением новых услуг, или, скажем, нового качества услуг. Это должны быть современные транспортно-пересадочные узлы, которые позволяют пользоваться не только электротранспортом, но и пассажирским автотранспортом, который развит в Самаре. Это доступные связи со станциями метро, разумеется, ну и сопутствующая инфраструктура. Хорошие подъездные пути, тротуары. За три года число жителей строящегося микрорайона может вырасти почти в три раза – до 200 тысяч. И развитие транспортной инфраструктуры особенно актуально. Участвовать в создании пересадочного узла готовы инвесторы, строители и представители торгового центра. Многое уже сделали жилетнодорожники. В этом году должна завершиться реконструкция всех платформ в городе. Это часть подготовки к Чемпионату мира по футболу и соглашение, подписанного с городскими властями. Очередной этап – это сегодняшний наш проезд с главой города по маршруту следования. Следующий этап как раз будет создание системы развития транспортных пересадочных узлов с удобным подвозом пассажиров и синхронизацией расписаний различных видов транспорта. В течение трех месяцев должна быть разработана городская программа транспортно-пересадочные узлы Самары, в которой и найдут отражения самые выгодные и быстрые в исполнении решения. На обратном пути – остановка на станции «Пятилетка». Здесь задача – организовать удобный подход к станции метро «Кировская». Так, к городской электричке будут подключены все виды наземного пассажирского транспорта. Кроме того, Олег Фурцев поручил главам районов привести в порядок территории рядом с железной дорогой. Необходимо покрасить и восстановить заборы, спилить ветки деревьев и установить дополнительные фонари на дорогах, ведущих к станциям. Марина Кравцова, Константин Головин. События. В Самаре продолжается борьба с незаконной торговлей. С начала года демонтированы и вывезены более 60 объектов потребительского рынка. За минувшую неделю убрали 4 киоска из трех районов города. Особое внимание глава города Олег Фурсов поручил обратить на рекламные счеты. За 6 месяцев с улиц Самары убрали более 50 незаконных рекламных конструкций. В отношении остальных выдано предписание. Сейчас в департаменту городского хозяйства нужно оперативно заключить договор с подрядчиком на вывоз счетов. Значит, точку надо ставить сегодня-завтра. И каждую неделю Лозовой докладывает о сносе рекламных конструкций. Еженедельно на оперативки. Две конструкции, три, пять, десять. До 1 сентября мы эти конструкции должны все утилизировать. Снести точнее. Снести, вывезти. Вот такая задача. В первую очередь самовольных продавцов вынуждает уйти с туристического маршрута. На Новосадово очередная попытка незаконно торговать увенчалась фиаско. Павильон, где продавали овощи и фрукты, демонтировали. Уже не в первый раз. Репортаж Алины Чемерес. А я не в курсе. Я вообще ничего не знаю. Мне же они не говорят, что к чему. Продавец, узнав о том, что павильон сейчас увезут, спешно кому-то звонит и старается освободить помещение. Этот киоск на Новосадово в списке незаконных с 2015 года. В прошлый раз владелец его вывез сам. Но недалеко и ненадолго вскоре павильон перекочевал на другую сторону улицы. Повторный демонтаж киоска неожиданностью не стал. Собственник непоколебим. Нет, незаконно стоят. Закона не получается, не дают. Деньги зарабатывать надо. Вот так же будут стоять, как все. Вы намерены вернуться потом на это же место? Планирую, да. Соседство с самовольными торговцами местным жителям надоело давно. В первую очередь из-за антисанитарии. Всю красоту, что сделают, благоустройство людям отдохнуть. Здесь один бардак. Все наши дворы превратили в туалеты общественные. А этот бардак никому не нужен. Не только я одна. Многие жители этого микрорайона против. Всего в Самаре только незаконных павильонов около 400. Их можно погрузить и вывезти. А есть еще крупногабаритные объекты. Их, прежде чем убрать, разбирают на части. Всего с начала года с городских улиц демонтировали около сотни нелегальных торговых точек. Каждая из них обошлась городу примерно в 9 тысяч рублей. Чтобы вернуть собственность, владельцы должны компенсировать затраты на вывоз и хранение. В первую очередь незаконные павильоны убирают с улиц, которые пролегают на туристическом маршруте. Я прошу всех собственников незаконных объектов потреб рынка сильно озаботиться о своей собственности и самим самостоятельно убрать незаконные объекты потреб рынка. Иначе в самое ближайшее время мы пройдемся по всем этим маршрутам и все заактированные объекты будут вывезены. Территории, где раньше располагались незаконные киоски и ларьки, планируют благоустраивать, привести в порядок газон и посадить деревья. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Четвертую очередь Самарской набережной откроется после реконструкции в мае 2018 года. По замыслу это будет самый современный комплекс для отдыха горожан и проведения массовых мероприятий. Сегодня на площадке, где идут работы, состоялось выездное заседание городской думы. Депутаты оценили также ход реконструкции площади Куйбышева и Струковского сада. Софийский собор, ладья, амфитеатр, фонтаны скульптурной композиции. Из всех участков Самарской набережной четвертая очередь будет самой представительной. Здесь традиционно проводятся массовые мероприятия. Это одна из визитных карточек города. Как идет реконструкция, оценили депутаты городской думы. Работы выполнены более чем на треть. При отделке будут использовать гранит и самые современные материалы. Официальное открытие в мае 2018 года. В настоящее время ведутся основные работы по устройству фонтана, зданий ХБК, лестничных сходов. И, как мы видим, идет облицовка гранит. Также заканчиваются сейчас работы по устройству инженерных коммуникаций. Еще один объект – площадь Куйбышева. Ей особое внимание. Во время чемпионата мира по футболу здесь разместится фан-зона для болельщиков. Срок окончания строительно-монтажных работ – октябрь этого года. На сегодня реконструкция проведена почти на 60%. Важно, что при этом будет сохранен облик самой большой площади Европы. Это принципиальный вопрос и для Струковского сада. Он является объектом культурного наследия. В саду все будет сделано по самым современным стандартам. При этом все исторические достопримечательности останутся. Предлагается даже восстановить столы для игр в шахматы. Все эти три объекта должны находиться под контролем. Прежде всего, под контролем общественности. Мы с вами сегодня увидели, что эти объекты очень важны для города, важны для населения. Очень важно, что сохраняется то самое главное историческое наследие, которое есть. И мы это проследили везде. И на четвертой очереди набережной, и на площади Куйбышева, и в Струковском саду тоже. Особое внимание депутаты обратили на создание доступной среды для маломобильных граждан. Парламентарии порекомендовали подрядчикам пригласить представителей общественных организаций инвалидов, чтобы пандусы, съезды и поручни были действительно удобными для тех, кому они реально нужны. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Станислав Левин. События. Отрезанными от города, да еще и без газа и воды остались жители поселка Завидово. Пять лет назад почти 200 семей купили здесь участки. Людям обещали красивую жизнь в коттедже на поселке с развитой инфраструктурой. Но в результате жители вынуждены за свой счет приводить в порядок дороги и вывозить мусор. О проблемах поселка, который с большой землей связывает только грунтовая дорога через кладбище. Репортаж Алины Чемерес. Южное шоссе, въезд между автосалонами к нам вот на эту площадку, на которой мы находимся. Вместо этого вот здесь на данный момент мы имеем сплошной забор. И едем просто в объезд через песчаную глинку или через кладбище песчаная глинка. Каждый день жители поселка Завидово начинают с марш-броска. Чтобы добраться до остановки на южном шоссе, нужно пройти более двух километров в обход по бездорожью. Прямого пути нет, его преградили владельцы автосалонов. Не хотят пускать людей по частной территории. Поэтому сейчас здесь железный забор. Тем, у кого есть машина, тоже не сладко объезжать приходится через кладбище по грунтовой дороге. Скорая сюда доедет непонятно когда, пожарная, соответственно, тоже. Потому что единственный более-менее приличный въезд у нас остался вокруг через кладбище песчаная глинка. Поселок Завидово появился примерно пять лет назад. Жителям показывали красивые картинки и предлагали купить землю относительно недорого. И сбросятся на строительство дорог и коммуникаций. На это с каждого участка, а их более двухсот, собрали по семьсот тысяч рублей. В результате, как говорят люди, вода в дома так и не поступила. Есть проблемы с подачей газа и электричества. Электросети построены из, как показал, осмотр из очень старых трансформаторов. Один из них стоит, он с 2009 года. Эта сеть построена в 2016 году. Из-за них мы имеем сейчас в сети 260 вольт, из-за которого оборудование у нас не выдерживает нагрузки. Очень много бытовых приборов перегорает, не выдерживая силы тока. Нам обещали зеленую зону с детской площадкой. Думали, что возможно сделать садик и школу. Был разговор за заезд общественного транспорта к нам в поселок. И магазин, где-то как раз в этом районе, показывали на карте, что будет примерно магазин. В результате, чтобы в дождь не утопать в грязи, жители за свой счет наняли фирму, которая засыпает дорогу щебнем. Зимой сами чистят снег. Но несмотря на это, каждый месяц получают квитанции на полторы-две тысячи рублей, в которых включены зарплаты директора компании собственника поселка и аренда его офиса. Александр Николаевич, вы сколько у власти уже как пришли сюда? Это имеет отношение к нашему зрению? Года три. Вот честно говоря, за три года не сделано ничего. Если бы нам хотя бы чистили дороги, поставили бы контейнер, вывозили мусор. Мы это сами вывозим, этот мусор. Некоторые товарищи у нас есть, конечно, вываливают где-то там. Мы нанимаем технику, это сами все вывозим. Меня обманули со всех сторон. Я заплатил миллион двести. На вопрос о том, почему за столько лет в поселке ничего не поменялось, директор отвечает просто. Нет денег. Мол, не может закончить работы, так как долгов у жителей еще 35 миллионов. По поводу долгожданной дороги к Южному шоссе обещает – построят. Здесь сейчас трактор работает, проезжую часть выравнивает и будет проходить по диагонали. И вот торговый центр поперек, 250 метров до выезда на Южный шоссе. Мы уже оформили ППТ на этот участок земли. Эта земля городская, за нее платить никому ничего не надо будет. То есть, если собственники боятся, что еще и за эту землю придется платить, я заявляю ответственно. Мы, собственники, платить за нее не будут. Жители уже ничему не верят. Чтобы добиться справедливости, написали письмо президенту. И намерены добиваться того, чтобы все обещания, которые им дали при покупке участков, были исполнены. Алина Чемерс, Григорий Плешаков, События. 9 миллиардов рублей задолжали жители региона за отопление. Только на Самару из этой суммы приходится порядка 200 миллионов рублей. Работа по взысканию долгов проводится во всех районах города. Пока показатели низкие. Графики по снижению задолженности за тепло представили всего 15 управляющих компаний. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил районным администрациям ускорить работу. Если в ближайшее время долги не будут погашены, некоторые дома зимой могут остаться без отопления. В каждом районе города должны быть созданы специальные комиссии, которые займутся вопросами задолженности населения и организаций. Если комиссия создана, где проекты, распоряжения или постановления ваших глав о том, что эти комиссии созданы? Что, трудно их представить? Вы их не вы, ни Красногринский, ни Ленинский, ни Самарский их не представили. Меж тем, за капремонт самарцы задолжали более 5 миллионов рублей. Судебные приставы и сотрудники фонда капремонта вручили неплательщикам копии постановлений о возбуждении исполнительных производств. Среди них, например, оказался житель с долгом более чем в 20 тысяч рублей. Теперь у неплательщиков есть 5 дней для добровольной оплаты взносов. В противном случае с них будут взыскивать исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы недоимки. Также судебные приставы могут арестовать имущество, деньги должников и запретить выезд за границу. На этой неделе самарцы могут купить железнодорожные билеты в Москву, Адлер и Сухом за полцены. На какие даты можно приобрести билет по акции, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня понемногу прибавляет в цене после очередного падения. Баррель марки Brent стоит 48 долларов 70 центов. Валюта дорожает. Курс на 19 июля. Доллар 59 рублей 37 копеек, евро 68 рублей 40 копеек. Золото стоит 2335 рублей, серебро 30 рублей 52 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 55 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 5 копеек. Операторы в сотовой связи обязали снизить цены. ФАС проанализировала ценовые предложения операторов и пришла к выводу, что их действия не экономически, не технологически не обоснованы. Спрос на турпутевки на российские курорты снизился на 30%. На снижение интереса к отдыху на родных просторах повлияли холодная погода и возврат на рынок Турции. А самарцы могут купить железнодорожные билеты в Москву, Адлер и Сухум за полцены. Билеты можно приобрести только на определенные даты – с 18 июля по 17 августа включительно. На этом все. Удачи в делах! В Самаре дело обвиняемого в убийстве пенсионерок направят в суд не раньше августа. Предполагаемому паволжскому маньяку, 37-летнему Павлу Шаяхметову, как и ожидалось, продлили срок содержания под стражей. В настоящий момент расследование его преступлений продолжается. Шаяхметов находится под стражей и обвиняется в совершении двух убийств. Его задержали весной 2017 года. По версии силовиков, 25 марта он задушил 64-летнюю женщину, проживавшую в доме на улице Георгия Райтнера. А 27 числа того же месяца зарезал 66-летнюю женщину на пролетарской. Поймали мужчину спустя сутки. Он не сопротивлялся, а на допросе, длившемся несколько часов, признал вину в двух убийствах. Напомню, в деле Шаяхметова могут появиться еще десятки эпизодов. Если подтвердится активно отрабатываемое следствием и СМИ-версия, что он тот самый поволжский маньяк, убивший более 30 старушек. Что касается мотива преступлений, то речь пока идет только о корыстной составляющей. Далее коротко о других событиях дня. За пост в соцсети самарцу на год запретили размещать информацию в интернете. 20 декабря 2015 года мужчина на своей странице ВКонтакте разместил текст, который по заключению эксперта содержал публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд назначил мужчине два года лишения свободы с условно-испытательным сроком два года. Приговор в законную силу не вступил. В Самарской области от военной службы уклонились 682 человека. Подведены итоги весенне-летней призывной кампании. С апреля по июль на службу призвали более 3000 граждан. Большая часть отправила служить сухопутные войска, 287 человек, войска Национальной гвардии России, 140, воздушно-космические силы. Также новобранцами пополнились военно-морской флот, ракетная войска стратегического назначения и другие военные подразделения. Движение транспорта по проспекту Карла Маркса в Самаре будет ограничено как минимум до середины сентября. Речь идет об участке дороги от улицы Санфировой до Авроры. Как сообщили в мэрии, там строят водопровод. Проезд ограничили с понедельника, 17 июля. Возобновить движение транспорта в прежнем режиме планируется через два месяца. Олимпийская награда нашла своего героя спустя почти год. Новости спорта продолжит эфир. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре построят лыжа-роллерную трассу. Тольяттинские гандболистки завоевали серебро на международном турнире во Франции. Самарский спортсмен получит бронзу Олимпиады 2016. Награда нашла своего героя. Самарский гребец Илья Штоколов получит бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 16 августа 2016 года спортсмен выступал в кануе-одиночке на тысячу метров. На финише Самарец показал четвертый результат. Третье место тогда занял молдаванин Сергей Тарновский. Однако ВАДА уличила призера в употреблении допинга. В январе 2017 года Международная федерация гребли дисквалифицировала его на четыре года, лишив бронзовой Олимпийской медали. Тарновский подал апелляцию в спортивный арбитражный суд и проиграл его. Теперь Международный Олимпийский комитет вручит бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 Самарцу Илье Штоколову. Свои медали завоевали и гандболистки Лады. Елена Михайличенко, Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева на международном турнире во Франции заработали серебро. Спортсменки выступали за молодежную сборную России. Команда-участницы готовится к чемпионату Европы, который стартует в конце июля в славянском цели. После французского дерби россиянки отправились оттачивать мастерство на тренировочную базу «Горизонт» в Звенигороде. В Подмосковье пройдет заключительный этап подготовки к Евро-2017. Новый лыжный стадион построят в Самаре на базе учебно-спортивного центра «Чайка» в поселке Управленческий. На проектирование потратят почти 6 миллионов рублей из областной казны. Длина основной лыжи роллерной трассы составит не менее 5,5 километров. Минимальная длина круга для спринта – 2000 метров. Независимо от времени года на них будут проводить соревнования и тренировки спортсменов всех возрастов и уровней подготовки, в том числе и паралимпийцев. Также планируются массовые катания. На стадионе установят мобильный трибун, электронное табло, здание с раздевалками, судейскими комнатами и пресс-центр. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok